Рекордными темпами проект главы округа город ровных дорог продолжается. Сегодня Евгений Рычков выехал на улицу Октябрьскую, чтобы проконтролировать ход дорожных работ лично. Подробности в сюжете. Дорожная сеть в Муроме стремительно обновляется. Буквально сегодня на Октябрьской дорожнике завершили укладку нового асфальта. Движение на участке от Ленина до Спаса Преображенского монастыря перекрыто. А вот проезд по недавно отремонтированной улице Лакина возобновлен. Автомобилисты уже оценили преимущество нового асфальта. Все здорово, да, мне очень даже нравится. Очень здорово. Машина катится сама. Но я заметила какие-то новые характеристики и свойства. То есть какая-то пористая стала. То есть, видимо, покрытие какое-то новое, инновационное. Следующая на очереди Дзержинского. Здесь магистраль сильно загружена транспортом, который мешает проведению дорожных работ. Я попросил бы жителей полислежащих домов на время убрать свои машины с привычного им места на дороге. Потому что дорожники испытывают проблемы и сложно работать. Я благодарю всех, кто с пониманием относится к этому. Ну и еще раз прошу, как тут без мешательства ГИБДД, без каких-то административных воздействий, внять мои просьбы. Город ровных дорог возводится рекордными темпами. По словам Евгения Рычкова, в день коммунальщики проходят 3-4 тысячи квадратных метров дорожной сети. Однако, чтобы реализовать проект полностью в течение 2,5 лет, включая и дороги частного сектора, необходимо охватить еще больше. В этом поможет новая техника. 4 августа у нас должен состояться уже конкурс на приобретение дополнительной техники, асфальт-укладчик новый. Затем должен подойти асфальтовый завод. Это позволит нам в 2,5 раза увеличить темпы работ. Потому что план приведения дорожной сети в порядок означает ремонт или строительство практически 2 миллионов квадратных метров дорог. Еще один масштабный проект «Дворы за 5 лет» также не отложен в долгий ящик. Список размещен на сайте Евгения Рычкова и он будет постепенно дополняться. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новость Мура.